Здравствуйте, дорогие коллеги-садоводы! Я продолжаю делать обзор композиций для моих подписчиков. И сегодня покажу вам еще несколько композиций. Но вначале мне хотелось бы показать литературу, которая очень помогает садоводам при создании красивых композиций в саду. Итак, сейчас перед вами в кадре каталог древесных растений. Это подарок от Лены Семеновой, канал «Мой сад. Воплощение мечты». Здесь представлены наиболее распространенные деревья, кустарники и лианы. И вот если заглянуть в каталог, то мы увидим, что здесь представлены не только лиственные растения, но и здесь представлены виды и сорта хвойных растений. И что самое ценное в таких каталогах, это то, что у каждого растения указан диаметр его, высота. То есть можно учитывать, какого размера достигнет растение в 10-летнем примерно возрасте и, исходя уже из этого, делать композиции. Ну и также можно почитать описание каждого растения, условия его выращивания, это почва, зимостойкость, в каких случаях можно использовать. В общем, вещь, я считаю, просто незаменимая для нас. И еще один каталог, это уже каталог многолетних травянистых растений. Его я купила, будучи на экскурсии в Ботаническом саду МГУ. Там при Ботсаду есть магазинчик растений. И в том числе там продаются и каталоги. Так что, если вдруг будете там на экскурсии, обязательно загляните в этот магазин, приобретете, может быть, и растения какие-то интересные, и заодно можете и каталог приобрести. Ну и если заглянуть в сам каталог, то здесь также можно узнать ширину, высоту растений. И что самое ценное для многолетников, вот здесь указана норма посадки. То есть, сколько растений необходимо посадить на одном квадратном метре. Ну и условия выращивания, конечно, тоже. Местоположение, почва, вот она, видите, норма посадки. Посадки 9 штук на метр. В общем, замечательный каталог, и он мне очень-очень помогает сделать сад правильным и красивым. Ну а теперь давайте уже посмотрим непосредственно композиции. Данная композиция разработана для Лады из Московской области. Посадочное место у нее имеет форму треугольника. Да, причем вот ракурс данной фотографии, он не совсем правильно отображает, на самом деле, реально это место. Потому что вот эта вот часть, которая расположена вдоль забора, она достаточно протяженная. Также протяженной частью является вот эта часть. А вот часть, которая выходит на передний план, это наоборот по метрам самая короткая часть. Данная композиция расположена во входной зоне, и здесь чаще всего предлагают использовать растения, которые декоративны в любое время года. Поэтому я здесь использовала большое количество хвойных растений. Также я постаралась задействовать растения, которые уже есть у Лады. Так, ну и давайте посмотрим теперь, какие конкретно растения я здесь предлагаю посадить. В дальней части я предлагаю посадить туи-брабант. Здесь у Лады уже растут какие-то растения, по-моему, если я не ошибаюсь, чубушник, что-то еще. Дальше вдоль забора это дерен аурея. Дальше два пузыри плодника. Сорт не скажу, но какие-то сорта именно с зелеными листьями. Дальше это идет у нас туи-смарагд. Вот здесь вот таким ярким желтым пятном это барбарисы Голден Рокет. Большую центральную часть занимает можжевельник Минт Джулип. Вот здесь с краешку вдоль дорожки мы видим, что эта композиция, она не одностороннего осмотра. Мы будем видеть ее и при входе на участок, и вот здесь с правой стороны прогуливаясь по дорожке. Здесь осталось местечко для горной сосны Пумелио. На переднем плане вот здесь еще поместились две горные сосны Гном. И еще одним таким вот ярким желтеньким акцентом я предлагаю вот сюда посадить можжевельник Олд Голд. Вот такая хорошая композиция получилась, за ней будет очень легко ухаживать. Самое главное подготовить правильно почву для посадки растений. Следующая композиция, это композиция для Эльмиры. Она также находится во входной зоне, и поэтому я ей тоже сделала вот такой несколько парадный вид, используя растения с яркой пурпурной листвой. Она немножечко у меня здесь получилась угловая. Вот здесь вот так. Вот здесь вот такой вот уголочек я еще задействовала, а остальная часть расположена вдоль забора. Пусть вас не смущают вот эти вот столбы, потому что они расположены, я так понимаю, на противоположной стороне дороги. И если поменять точку обзора, то мы их вообще не увидим. Так, ну и давайте посмотрим, какие растения я здесь предлагаю использовать. Значит, это пузыреплодник Диабола. Дальше Туэсмаракт. Можжевельник Блю Эрроу. Извините, Можжевельник Блю Эрроу. Так, дальше у нас Калина Больденеш. Далее два куста сирени. Ну, сирень, кстати, в данном случае не обязательно белую брать. Вообще можно взять, ну, с цветками, мне кажется, любого цвета, потому что цветет она в мае, и, в общем-то, в это время другие растения, по-моему, вообще здесь не цветут. Поэтому никакого дисбаланса здесь не будет. Дальше это у нас Барбарис. Обыкновенный Атропорпуре. И еще одна Туэсмаракт. У Эльмиры, я увидела, уже растут гортензии Аннабель, поэтому почему бы не включить их в эту композицию? Получилось очень красиво. Итак, перед вами вы видите на картинке, где она была. На переднем плане еще одним ярким пятнышком можно использовать какие-либо низкорослые пузыреплодники, сорта можно посмотреть, либо это какие-то низкорослые парбарисы, которые будут в высоту примерно метр, метр двадцать, плюс еще их можно будет и ограничивать стрижкой. Куда же без шаров. Я шары очень люблю использовать в композиции, поэтому здесь появились Туэсмаракт. И можно использовать, кстати, Туэглобоза, но немножечко ее сдерживать стрижкой. И еще я посидела, подумала и решила включить сюда многолетники. Из многолетников здесь представлены лилейники. Я думаю, что лучше здесь посадить лилейники с какими-то розовыми цветками или, может быть, с чем-то пурпурным. Бывают такие розовые цветки с какой-то пурпурной серединкой. Будет очень красиво. Ну и весной будет украшать бадан такими вот розовыми цветочками. И также очень декоративны у него и листья. Еще на свой вкус и цвет я бы сюда включила весеннецветущие декоративные луки. Мне они очень нравятся. Вы знаете, что я люблю их использовать. У меня в саду их очень много. Потому что их не нужно выкапывать. Это очень сильно облегчает труд в саду. А цветут они замечательным образом и украшают сад. Следующая композиция для Ирины. Композиция с использованием растений в такой, знаете, небольшой желтой цветовой какой-то гамме. Начнем с того, что в левом углу находится сирень. Сирень можно посадить достаточно крупную, трехметровую. Например, сирень-малатка. И поскольку она цветет сиреневыми цветками в самом начале весны, то будет украшать это место. А дальше будет просто таким темно-зеленым, живописным растением. Дальше из растений с желтым цветом здесь представлен дерин шпета. Ну, не сказать, что он совсем желтый. Но у него такая есть желтая кайма. И вот таким вот ярким пятном это туя аурея. Дальше растение с небольшим желтым оттенком это щучка. Ну и когда будет свисти лилейник, а я предлагаю здесь посадить лилейник именно с желтыми цветками, это будет место выглядеть вот таким вот образом. И специально оставила здесь еще лилейник нецветущий, чтобы можно было просто представить, как эта композиция будет выглядеть и с цветущим лилейником, и с нецветущим. Но сорт абсолютно одинаковый предлагаю посадить. Ну и давайте теперь посмотрим на остальные растения. Туя смаракт, сирень мулатка, дерин шпета, форзиция, которая тоже цветет ранней весной самым первым растением. И вспыхнет здесь вот таким вот ярким желтым пятнышком. Будет красота. И вот здесь у меня представлена калина-гордовина. Очень красивый у нее такой насыщенный зеленый лист крупный. Дальше, если посмотреть на нижний ряд, здесь у нас спириа и грифшейм. Тоже очень красивое растение. И весной будет свисти. Тоже будет здорово украшать это место. Дальше, в любой период будет декоративна у нас сосна-пумельо. Здесь их три штучки. Дальше в центре представлена вот такая вот гортензия. Можно посадить тордиву или киушу. Ну и сдерживать ее на высоте где-то метр пятьдесят. Не выше, чтобы она была. Ну и злаки я сюда еще добавила. Как я уже сказала, здесь щучка. А вот этот высокий злак, это может быть даже, например, Карл Форестер веник. Если брать не очень высокий, то тогда овердам можно посадить. Итак, друзья, вот такие композиции у меня получились. Ну а кому хочется сделать свой сад красивым в новом сезоне, я предлагаю присылать мне на электронную почту свои заказы. Электронную почту оставлю в комментариях. Ну а вас благодарю за внимание и всем удачи!